Более 80 национальностей сегодня в дружбе и согласии живут в Анапе. В городе-курорте регулярно проводят массовые мероприятия для школьников, с ними ведутся индивидуальные беседы. В общеобразовательных учреждениях организуют праздники и конкурсы для детей разных национальностей. Отдельно преподают и уроки по воспитанию традиционных ценностей. В воспитательной и профилактической работе среди наших подростков и молодежи сегодня необходимо уделить особое внимание. Кроме воспитания в духе патриотизма, межнационального мира и согласия, нам надо добиваться повышения социальной и трудовой активности молодых граждан, бороться с экстремистскими проявлениями, продолжать заниматься возрождением духовности. Станица Гостогаевская – пример такой работы с молодежью. Особое внимание здесь уделяют здоровому образу жизни. В сельском округе проживает более 12 тысяч человек. Ежедневно в Станице проводится мониторинг межнациональных отношений, ведутся беседы с руководителями детских школ и садов. Реализуются модули образовательных программ в соответствии с методическими рекомендациями, выданными Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. У нас в наших образовательных учреждениях созданы условия для изучения родных языков, традиций, обычаев народов, которые населяют наш город Кур-Уртанаба. В том числе учитывается компактное проживание и греков, и армян, которые у нас находятся на территории муниципального образования, ведется сотрудничество с обществами и греческим, и армянским. Немаловажную роль в воспитании молодежи, по мнению участников совещания, играют военно-патриотические мероприятия. Нужно проводить открытые уроки с ветеранами не только по праздникам, но и в будние дни. Опыт старшего поколения бесценен. Необходимо сохранить память о прошлом. Патриотизм воспитывается на конкретных примерах. Вот мы когда говорим о духе патриотизма нашей молодежи, ведь это очень заметно даже по скверу, вот где там на Симферопольской, здесь, допустим, на проспекте революции. Я сам был удивлен, но стоит какой-то военный образец, да? Нет. Постоянно около него молодежь, детки, что-то они делают, что-то делают. То есть, это правильно все. По мнению главы города Юрия Полякова, работа с молодежью должна оцениваться не количеством мероприятий, а их качеством. Важно заинтересовать подрастающее поколение, прививать им толерантность и воспитывать в духе патриотизма с раннего возраста. Никита Бойко, Ксения Сипко, Анапа. Регион.